В вопросах борьбы с курением Сочи можно назвать первопроходцем. Одни из первых инициатив у главы города сделать курорт свободным от табака поддержали молодежь и общественные организации. Каждую неделю они проводят профилактические мероприятия во всех районах Сочи с целью оградить жителей и гостей от табачного дыма. Ну а тех, кто курит, просят выбросить сигарету. Сегодня к рейду подключилась полиция. На расстоянии менее 15 метров от вокзалов курить по закону запрещено. То же касается и общественных мест. Довольно большой список, где нельзя курить, прописан в 12-й статье 15-го федерального закона, который был принят 6 лет назад. Штраф небольшой – 1000 рублей, но, как говорится, осадочек останется. А вот если закон игнорируют предприниматели, то сумма штрафа довольно приличная – до 90 тысяч рублей. Курить или нет, конечно, выбор каждый делает сам. Тем не менее, соблюдать правила необходимо. Ведь один активный курильщик заставляет курить пассивно рядом стоящих людей. Это пытаются донести участники рейда. Это молодежные общественные объединения наши, молодая гвардия, молодежный совет при главе города. И именно глава города поставил задачу как раз-таки по борьбе с курением в нашем городе. И очередная планерка, конечно, стала таким вот очередным стимулом, потому что мы знаем и видим, что многие водители общественного даже транспорта, такси, курят из своих машин и потом разбрасывают эти бычки. И это тоже говорит уже о культуре курения, потому что наш город Сочи всегда был эталоном чистоты, красоты. А курки явно не украшают город. Тем не менее, это один из самых распространенных видов уличного мусора. Внимание жителей и гостей города к проблеме курения активисты привлекают и с помощью антитабачных акций. А в начале лета в Сочи впервые прошли антитабачные игры, после которых, по словам организаторов, некоторые курильщики решили навсегда отказаться от вредной привычки.